Всем привет, друзья! Как известно, аксессуаров много не бывает. И компания Ugears, конструкторы которой уже побывали на нашем канале, это был локомотив с тендером и шкатулка с секретом. Так вот, компания Ugears решила попробовать себя в сфере создания аксессуаров для настольных игр и, конечно же, в их фирменном стиле в виде деревянных конструкторов. Сегодня у нас на обзоре будет карт-холдер, хранилище кубиков, модульный Dice Tower и Deckbox, хранилище для карт. Ну, а меня зовут Денис, вы смотрите канал Твой Игровой. Можно было и не падать, можно было просто дождаться, пока я скажу вступление. Меня зовут Денис, вы смотрите канал Твой Игровой. Поехали! Слышь, ты что такая дерзкая, а? Друзья, все аксессуары из данного ролика вы можете приобрести на сайте компании Ugears. Ну и посмотрите, может быть, еще что-то вам понравится. А переходя по нашим ссылкам, вы сильно помогаете развитию канала. Сборка вообще ничего сложного собой не представляет. Даже если вы никогда ничего не собирали из деревянных конструкторов, вам будет все равно очень легко. Каждый аксессуар собирается где-то полтора-два часа. И да, такие ощущения, как будто медитируешь. Хотя я же никогда не медитировал. Ай, ну вы поняли. Кстати, в каждой коробке я нашел еще одну штуковину, универсальный каунтер. Его мы тоже соберем. Ну а теперь смотрим, что получилось. Ну а теперь посмотрим на аксессуары в действии и начнем с хранилища для кубиков. Нажимаем снизу кнопочку. Открываем одну сторону. Показываем свои кубы. Закрываем. Открываем другую сторону. Показываем другие свои кубы. Закрываем. И кнопочка раз. И никто не может открыть хранилище и посмотреть наши кубы. Ну красиво. Ну действительно красиво сделано. И, кстати, у меня была такая вот ошибка. Я думал, что открывается хранилище именно так. И да, вы видите, да? Все рассыпается. Нет, тут нужно по очереди открывать. Как бы не все сразу показывать. Своё оружие. А по очереди. Да, там внутри, конечно, видите, есть еще воск. Это все можно потом кисточкой почистить. В принципе, это потом нормально все проходит. Но первое время сыпется он, конечно, знатно. Следующая штуковина – это хранилище карт. Здесь у нас помещаются две колоды. Конечно же, это рассчитано на ваши любимые колоды, на какие-нибудь подготовленные колоды, которые вы хотите перевести, эффектно достать на турнире. Вот видите, она еще и закрывается. Ой, я нажал. Вот резко берешь. Хопа. Можно помочь руками. Вообще, я как-то делал, что она захлопывалась. Вот. Эффектно достаете на турнире и говорите, ну что, сразимся с моей колодой. Здесь у меня, кстати, Star Wars Destiny. Что хочу сказать? Конечно же, это не для карточных игр. Вы, конечно, не обеспечите себе все карты вот такими хранилищами карт. Это именно для каких-то вот особых случаев, опять же, турниров, опять же, к другу куда-то поехали, взяли свои любимые колоды, две течки и поехали играть, выигрывать. Ну, там как получится. В общем, такой вот аксессуар. Воу-воу-воу, полегче. Это у нас уже боярские игрушки, не для каждого. Это держатель карт, не хранилищах. Конечно, вы можете здесь и хранить карты, но в основном держатели используются именно во время партии. Из них удобно доставать карты. Но давайте я все покажу. У нас здесь есть замочек, все по-взрослому. А, извиняюсь, нет, это еще не все. Переворачиваем. Элегантные ножки достаются. Ставим на стол. Открываем. Крышечка. Хопа. И теперь мы берем вот так. Раз. И выдвигаем. Здесь у нас раз, два, три, четыре. Двенадцать отсеков, да. И достаточно много карт помещается. Ну и давайте попробуем прям такое испытание-испытание сделать. А, здесь он не защелкивается, но вручную. Так, закроем. Ну и как бы я типа повез в метро там где-нибудь. Вот так, вот так, вот так. Какой-то воск осыпается. Он это потом проходит. Ножки, ножки забываем. Дайте эти ножки. Открываем. И выдвигаем. Нет, все нормально лежит. Башня для кубиков. Ну или так называемый Dice Tower. Почему я показываю ее вам в таком виде? Я хочу показать ее модульность. Вы можете составить основание из трех элементов. Ну или саму башню из четырех элементов. Это, так скажем, по умолчанию в конструкции так предусмотрено. Давайте мы это сделаем. И сначала протестируем башню такой. Какой она должна быть по задумке автора. Ну и давайте теперь засыпем кубики. Ну еще тут сверху такая штуковинка. Ладно, давай. Вот, видите, вот эти штуки свободно гуляют. Эта штука закреплена. И здесь еще вот эта штука тоже закреплена чуть-чуть повыше от дна башни, чтобы кубики, ну как бы, немного свысока падали. Давайте еще разок. Так, застрял. Вот эту штучку лучше, конечно, убрать, потому что кубики вот так останавливаются здесь. Предлагаю 10 раз закинуть кубики, вот так вот, как будто бы мы в игре сейчас, и посмотреть, что будет. Десятый этот я сам уронил. Ну, в общем, из 10 раз получается вот два раза кубики выпали. Так, ну и про модульность. Здесь вы можете сделать покороче основание. Вот так вот. Вот, и сделать поменьше этажей. Давайте покажу. Вот здесь у нас такие кнопочки. Нажимаете кнопочку, снимаете. А, ну, в принципе, можно одну штуковину оставить. К примеру, вот эту. О, нет, так совсем все вылетает. Ой-ой-ой, не-не-не-не. А если эту штуку убрать? Нет, слишком, слишком большая энергия у кубиков. Соберем обратно, сделаем как было. Наверное, не зря ее так разработчики придумали. Попробуем без вот этой штуковины, которая вот здесь еще дополнительный скос делает. Ну, можно и так же закидывать. А-а-а. Видите, что получается? Ну, сейчас нормально. Не очень-то получается. Все-таки так лучше. Да, вываливается, конечно, но так лучше. С вами был Денис, друзья. Всем пока. С любовью, твой игровой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...